Сегодня крещенский сочельник. В Екатеринбургской епархии в этот день митрополит Евгений совершил великое освящение воды в Иоанно-Притеченском соборе. А затем все желающие смогли набрать великую агиасму, так по-гречески называется крещенская вода, в часовне в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Надежда Калинина продолжит. На вечере Богоявления – таково церковное название праздника. В этот день в первый раз освящают воду великим чином. Во время молитвы мы вспоминаем, как Господь погрузился в воды реки Иордан и осветил водную стихию. Иоанн Притеча, приуготовляя путь Господу в сердца всех людей, призывает всех нас, братья и сестры, как в те времена, в которые он проповедовал, так и в последующие и до конца времен, чтобы мы приуготовляли свои сердца Господу нашему Иисусу Христу. В момент крещения Иисуса Христа три ипостаси Бога явились людям. Сын Божий крестился, Дух Святой не сходил на Него, Отец свидетельствовал о Сыне. И сейчас, когда Дух Святой касается простой воды, освящаемой в храме, вода очищается и превращается в святыню, в Великую Агиасму. После соборной молитвы участники богослужения направились к водосвятной часовне. Часовня в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» была освящена 15 лет назад. Зная о благодатных свойствах Великой Агиасмы, к ней издавна относились крайне трепетно. И сейчас в доме у многих всегда хранится крещенская вода. А святую воду, по мере необходимости, она всегда святая, когда в храме освящена. Поэтому, ну, сегодня такой день знаменательный, поэтому надо набрать. А так она всегда святая в храме. Нет разницы, когда вы возьмете святую воду 18 или 19 января. И хоть в народе и можно услышать два названия воды – крещенская и богоявленская, люди понимают, что благодать освящения подается воде одна и та же. Что крещенская и благоявленская – обе воды одинаковые. Потому что читается одна молитва. В праздник богоявления 19 января в храмах Екатеринбургской епархии состоятся торжественные литургии и освящение воды. Так в одном только храме святого Пантелеимона будут освящены 12 тысяч литров чистейшей артезианской воды. Так что Великой Агиасмы хватит всем. Субтитры создавал DimaTorzok